как правильно пить воду летом важно знать особенно если это жаркое и неважно жара постоянные или внезапное потепление произошло в окружающей вас среде особенно это очень важно я бы сказал жизненно важно знать тем кто занимается спортом неважно любительским профессиональным ведет физически активный образ жизни вы мужчинам мужчины зоне риска больше чем женщины вот тут бонус да сильная мужская печень а бонус получают женщин ведь потребность воде для взрослого человека она немалая 45 процентов от массы тела в сутки или один литр воды на каждые 20 килограмм веса но воды правильной не всякая вода помогает обеспечить обмен веществ в организме чаще всего для вода уходит у большинства через кожу через почки просто очищая кровь не организм очищение крови водой и очищение организма водой это две большие разницы как говорят в одессе если вы не знаете как это правильно совершать и синдикаторы есть болезни первого уровня которые показывают напрямую проблема есть воды в организме не хватает обмен веществ идет плохо организм старее это такие заболевания как мастопатия фибромиома и это суистая дистония гипертоническая болезнь склонность депрессиям простатит цистит уритрит выпадение волос синдром хронической усталости солевой диатез в лоханках почек находится эхо позитивное включение песочек так называемый не говорю уже про мочекаменную болезнь артрит артроза остеохондроз боль или хруст сустава все эти болезни это как бы первый уровень который прямо показывают водный баланс в организме поддерживается недостаточно воды не хватает и есть проблемы и одно дело когда летом есть еще один индикатор который помогает напоминает вам что водный баланс критически нарушен чувство жажды но и говорят зимой не могу пить воду вот летом с удовольствием сколько надо конечно усилено потение усилена потери воды через легкие через кожу но чувство жажды это не болезнь это вы знаете желтая карточка которую ваш организм выносит вашему образу жизни уже в этом случае ваш организм не может регулировать состояние крови снижать вязкость крови за счет воды потери воды чрезмерны условия в которые вы поставили свой организм они экстремальные и организм очень рискует вы очень рискуете чувство жажды казалось бы всего один процент обезвоживания вашего организма то есть вы потеряли ну человек весом 60 килограмм потерял 600 миллилитров воды казалось при потребности 3 литра в этом мизер а тем не менее жесткий риск что на фоне чувства жажды обостряется очень многие ситуации вы ставите свою жизнь на грань и просмотрев это видео до конца вы узнаете когда обмен воды идет более напряженным и как эти ситуации нужно контролировать правильно почему мужчинам спортсменам ведущим физически активный образ жизни жизненно важно не просто нужно жизненно важно это видео ну и что делать тех условиях которых вы находитесь напомню 45 процентов это потребность в воде в состоянии покоя при температуре 18 или 24 градуса это потребность в воде ежедневные которые нужно удовлетворять в этом случае вы свой организм поддерживаете оптимально случае если температура идет выше или физическая активность ваша выше состояния покоя вам нужно больше воды ежедневно но правильные воды напомню что ввести просто воду в свой организм и получить эффект по здоровью это не синонимы да вода вводя в организм у большинства к сожалению уходит через кожу через легкие да вы очищаете кровь и организм целом это напомню две большие разницы важно очищать организм водой это можно делать то водой правильный когда человек получает очищение крови легко и просто любитель там бани сауны периодически помещая свой организм такие достаточно экстремальные условия с высокой температурой окружающей среды организм пытаясь предупредить перегревание начинает активно самоохлаждаться у нее ничего не получится потому что способность выделять под через кожу и легкие она значительно ниже чем способность бани либо сауны создавать условия для перегревания организма и на несколько часов кожа до краснеет это реактивная реакция которая показывает что ваш организм борется с этими условиями активно теряет воду и что вы делаете да вам нужно вносить правильную воду для компенсации этих потерь но ни в коем случае не патагонные чаи ваш организм не так то есть вы выжмите его вам же нужно наводнить свой организм чтобы выводить шлаки они выжимают последние капли воды это опять-таки две большие разницы если вы выпейте в бане просто теплую воду выпейте бань в бане водичку с медом выпейте квас выпейте какой-то компотик да вы обеспечиваете водный обмен вы поддерживаете обмен веществ и это правильно важно это делать рационально только вы принимаете часть потогонной активностью вы блокируете работу почек создаете относительный избыток воды в кровеносном русле она максимально активно идет через кожу вроде как внешне увидите вы потеете на самом деле вы заблокировали более мощную систему выделения и выжимаете свой организм то есть вы рискуете как минимум почной недостаточностью патагонные чаи содержит аспирин а он увы не усиливает работу почек ослабляет и вы выжимая дополнительные количество воды своего организма можете привести кровь в критическом состоянии появление чувства жажды и рискуете как минимум сосудистой недостаточностью женщины чаще рискуют и просто расширение сосудов падает артериальное давление мужчин сердце качает кровь до последнего я вам чуть позже расскажу свежие примеры жизни когда вот до последнего такие получилось кровь нужно поддерживать в жидком состоянии а для этого вам нужно минимум два-три дня до бани сауны вести правильный образ жизни систему питания и примерно столько же выходить из этого рациона включая день нахождения в бане то есть вот тут получается два-три дня до два-три дня после один во время не чаще чем раз в неделю вы имеете право попадать в баню сауны но при правильном к ней отношении если бани и сауна у вас находится в системе под названием здоровый образ жизни когда все в порядке тогда вы тут помогаете дополнительно очищать свой организм используя рискуя определенным образом это но это не риск это вы ставите организм комфортные условия важно знать состояние своего организма чаще всего идут часто идут не скажу чаще но часто идут уставшие ни в коем случае нельзя идти в баню если вы устали усталость это индикатор того что кровь устает уже тяжело он устал какая нагрузка разгрузка нужно восстановление нужно они нагрузка дополнить дополнительный стресс если вы после тяжелой интоксикации любой неважно у вас было там пищевое отравление вы переболели недавно какой-то вирусной либо бактериальной инфекцией ну либо выпили чрезмерную дозу в любом случае увеличена уже вязкость крови после этих событий нужно вначале ее восстановить а не до чищать себя в бане то очень рискованное мероприятие ну такие видео как правильно относиться к бане сауне есть на моем канале так что в любом случае вы можете набрать эти ключевые слова и по ним найти эти видео просмотреть более подробно не буду здесь перегружать вас информацией но эпизод баня сауна может стать более системным если вы попали в условия летней жары и либо несущественно летняя жара пришла на ту территорию где вы живете либо вы уехали в отпуск где как правило более тепло и вот здесь вы должны все те же условия выполнять но более продолжительное время вам нужно регулировать рацион питания вам уже регулировать режим питания вам нужно усиливать водный режим для того чтобы обеспечить охлаждение своего организма на более длительное время вот в этих условиях я сто процентов на стороне сыроедов жестких веганов потому что эта система питания как раз предназначена для выживания в летнюю жару более того вам летнюю жару нужно регулировать и физические нагрузки ведь это опять-таки перегревание мышца работая выделяет дополнительное количество тепла который нужно удалять из организма а если температура окружающей среды плюс 33 градуса по цельсию и выше здесь условия для терморегуляции очень жесткий здесь очень нужно аккуратно в этих условиях жить стараться физически и эмоционально не активироваться и статические позы в йоге направлены на то чтобы напрячь мышцы вашего организма как раз наоборот расслабить и вся йога направлен на то чтобы уменьшить эмоциональную активность добиться вот этой самой нирваны потому что мозг тоже спокойных условиях достаточно активно производить тепло безусловно система питания идет пища идет с минимальным количеством белка потому что при переваривании белков идет очень серьезное нагревание печени и она еще хуже чем мышцы согревает вашу кровь и опять-таки создает условия такие достаточно экстремальный по охлаждению такие видео тоже есть на моем канале вы можете их просмотреть а очень жесткая тема это спорт неважно спорт любительский спорт профессиональный в условиях физической нагрузки резко увеличивается выработка тепла в организме потому что работают мышцы и нужно научиться правильно заниматься этой физической активностью одну и ту же дистанцию можно преодолеть вырабатывая разное количество тепла в одном случае можно перегреться активно в другом случае можно идти знаете таком в теплом состоянии преодолевает ту же самую дистанцию нужно просто понимать как правильно двигаться в окружающей среде но в любом случае во время движения вы сжигаете какие-то энергетические субстраты значит вам нужно больше кислорода появляется одышка безусловно тепло вырабатывается усиливается потери воды через кожу потение то есть резкие потери воды а вам еще нужно увеличить количество белка если вы занимаетесь спортом регулярно а белок на удаление белковых токсинов тоже требует воду здесь возникают разные ситуации с обострением тех болезней про которые я говорил и спортсмены очень часто преждевременно заканчивают карьеру если не комбинирует правильно количество белка и воды в своем рационе нарушается работа почек солевой диатез мочекаменная болезнь пила нефрит проблемы с суставами артрозы артриты это то что останавливает спортсмена который правильно относился к физическим нагрузкам а есть спортсмены которые неправильно для которых скажем результат важнее жизни и к сожалению такой исход недавно был у нас в киеве проводили полу марафон люди профессионально подготовленные все-таки пробежать 21 километр вот так вот человек неподготовленный не сможет все-таки это нужно заниматься бегом профессионально и люди побежали и результат интересный на финише одному спортсмену до 30 лет молодой мужик это не 70 лет это не человек с проблемами сердца и сосудов он просто не пробежал бы такую дистанцию молодой мужик побежал ему стало плохо умер карете скорой помощи двое оказалось в реанимации женщины не попали в основном больницу по той простой причине реакции на эту ситуацию разные а фокус был очень простой накануне температура была плюс 5-7 градусов было прохладно водный обмен шел в одних условиях а в день забега который я бы отменил но кто же послушает врача все запланировано все уже отрежиссированы люди собрались надо бежать в день забега температура поднялась до 24 градусов и сказал бы зона теплового комфорта классно супер хорошо должно было быть но физическая нагрузка зона теплового комфорта в состоянии покоя относительного покоя а при физической нагрузке очень жестко шел обмен веществ очень жестко шел обмен воды и желание пробежать доказать себе я вчера мог пробежать но и девчон проблема бежать при температуре плюс 5-7 и не подготовлены плюс 24 то две большие разницы потеря воды жестко идет быстрее идет при 24 чем плюс 5-7 и увы результаты были плачевны женщины не попали в эту статистику по той простой причине менее мотивированная женщина у нее просто-напросто в этих условиях когда кровь становится более густой когда появляется чувство жажды расширяются сосуды падает артериальное давление и она теряет тонус и приземляется где-то желательно в мягкую травку отлежавшись там полчасика приходит себя и все в порядке в головной боли потом несколько дней но она остается живой потому что сосуды реагируют сосуды расширяются и все мужские сосуды мотивированы мужскими гормонами прочно держат тонус и вот тут вопрос сердцу хватит нагрузки хватит остаточной мощности или не хватит ну кого хватило те добежали у кого не хватило те оказались достаточно сложных условий поэтому очень важно понимать что окружающая среда это не просто так знаете солнышко вышло потеплело в окружающей среде изменились условия для обмена веществ важно понимать что в этих условиях нужно менять правильное питание подстраивать теперь уже питание которое было плюс 5 7 она уже неправильно при плюс 24 градусов совершенно другое питание будет правильным в этих условиях нужно правильно пить воду спортсмены могли продолжить нагрузку и не умереть случае если бы они просто пили бы воду по дороге разжижали бы кровь добавляли бы водичку которую она сегодня теряется значительно быстрее чем это было вчера при более низкой температуре до сорвали бы себе сердце да было бы плохо сердцем но сохранили бы жизнь реалисты бы поступили все таки по-другому тяжело бежать почему-то сегодня организм к такой нагрузки не готов когда вчера он был готов нужно просто постепенно прекратить нагрузку если человек понимает это то активное долголетие спорте ему такие угрожают и результаты будут но результаты не вопреки а благодаря той системе которую вы себе принимаете которую вы себе применяете еще раз напомню спортсмен занимаясь спортом ему нужно первоочередная задача это контролировать обмен воды в своем организме зависимости от условий окружающей среды которые могут меняться и соответствии с этим потребность воды тоже меняется а уже дальше зависимости от мощности его пищеварительной схемы и печени зависит количество белка которую может переварить и обеспечив часто достаточно активную физическую активность физическую нагрузку своевременным восстановлением поставкой нужного количества аминокислот здесь и жизнь результаты в спорте будут выше и основные принципы как правильно пить воду вот если вы занимаетесь находите с таких достаточно экстремальных условиях я вам сейчас скажу что дело ночью если проснулись если вдруг проснулся рядом с вами должен стоять в любом случае стакан воды если будет стакан с медом еще лучше будет то есть вот таком воды и чайная десертная столовая ложка мёда если проснулись отлично выпили ночью и заправили новый стакан воды в случае если вы еще разок проснетесь ночью если же вы проснулись утром выпиваете уже готовый стакан воды утром, можете и больше можете выпить пару стаканов но ни в коем случае вот ни сок, ни компот ночью, нет, во-первых они портятся окисляются, мед не окисляется в таких условиях за такое время но сок компот обладает еще мочегонной нагрузкой и в следующий раз вы можете проснуться по причине того, что вода уже вышла из вашего организма она находится фактически в мочевом пузыре оттуда она не всасывается, нужно ее удалять если вы утром хотите рано позавтракать у вас нет физических занятий в утреннее время, не вопрос должен быть плотный завтрак, тогда вы пьете коктейль молотова, такое видео есть на моем канале просмотрите, как его приготовить и использовать правильно коктейль молотова активирует аппетит и позволяет вам добавить с утра белковой пищи ну, если у вас занятие не утром, а занятие где-то днем тогда это может быть кусок белого мяса, белой рыбы без проблем если занятие днем или вечером если занятие утром, тогда кашка либо овощной суп но каша должна быть жидкой каша должна быть размазня, чтобы в ней было побольше воды потому что при занятиях спортом да, вы будете тратить энергию которая есть в этих продуктах там есть достаточно приличное количество углеводов там есть легко переваривающиеся белки все прекрасно вы еще на будущее обеспечите свою физическую активность восстановление мышц аминокислотами которые оттуда легко взять но вам обязательно нужна и вода которая тоже находится в этих продуктах питания в этих блюдах лучшие каши это рис, это гречка, это кукуруза, это пшено это 4 безлютеновых крупы которые легко перевариваются практически у всех иные каши нужно пробовать у кого переварится, у кого нет днем в течение дня вода сама по себе ну вам особенно не нужна по той простой причине что просмотрите мои видео как пить воду во время еды после еды до еды такие видео есть на моем канале без проблем там это подробно расписываю просто вода находясь в желудке она обладает сокогонной активностью но очень малой достаточной только лишь для дезинфекции ее потому что с водой с любым скажем так с любыми веществами которые попадают в желудок на них реагирует желудочный сок выделяют кислоту поэтому будет просто вода будет вода с содой будет вода с чем-нибудь иным в любом случае выделяется желудочный сок в оптимальных количествах для того чтобы переварить то что с этим продуктом питание попало поэтому обычная вода она обладает сокогонной активностью но лишь для того чтобы убить тех нескольких кишечных палочек которые в этом в этой жидкости присутствуют но вам если вы занимаетесь спортом если вы находитесь в условиях экстремально высоких температур экстремально высокие температуры повышенные температуры в состоянии комфорта это 24 градуса а при физических нагрузках температура снижается потому что перегревание возникает раньше поэтому для человека ведущего активный образ жизни верхняя зона теплового комфорта она снижается скорее к нижней к 18 градусам в этом случае вам темп как я уже сказал введение воды и белка нужно увеличивать поэтому в течение дня лучше пить воду с сокогонной активностью соки компотики чайки кофейки это все что обладает сокогонной активностью подготавливает ваш желудок к приему белковой пищи то есть фактически такую воду вы используете не просто как воду но и как аперитив и большой вам плюс потому что темп всасывания воды и темп переваривания белка вы поддержите на максимально большом уровне одновременно вот такие воды они обладают не только сокогонной активностью они раздражают и почки для очищения крови этих белковых токсинов которые образовались от собственно белковой пищи неважно какого происхождения растительного либо животного плюс в обмене веществ которые вы поддерживаете по своему пониманию как вы знаете как правильно двигаться в спорте либо фитнесе либо в других физических нагрузках вечером перед сном да опять таки вам нужно нужна полужидкая пища по той простой причине что в норме в среднем 8 часов человек спит кто-то спит 6 кто-то 10 но в любом случае вы дышите вы потеете то есть вы воду будете терять вам нужно эти потери воды подстраховать обеспечить чем? больше воды содержат овощные супчики кашки размазни опять таки вот то есть это простые такие продукты питания которые помогают наводнять ваш организм и не обеспечивать вас голодным сном уже спать в голодном состоянии не советую это неправильно также если вы периодически можете попадать в ситуацию в другой экстрим когда питание ночью может быть чрезмерным я понимаю там у нас часто дни рождения праздники разные и обычно их празднуют не с утра наши предки завтрак ешь сам то есть на завтрак можно праздновать с утра можно праздновать все что угодно перекусили все нормально пообщались и разошлись правило празднуют у нас вечером поэтому для любителей периодически гульнуть вечером лучше йогурт кефир простоквашка там тоже достаточно много воды ну и белок животного происхождения который переварится немножко в других условиях уже вряд ли вы будете праздновать со стаканом йогурта или с порцией кашки обычно более разнообразный рацион в это время переварить который помогает правильное отношение к алкоголю а такие видео тоже есть на моем канале вы это можете просмотреть чтобы не попасть в панкреатит в жировой гепатоз в неалкогольный стеатогепатит или в алкогольный стеатогепатит есть разные варианты такие видео тоже есть на моем канале и важно это правильно поддерживать и фактически цикл вот такой вот движение воды по вашему органину замыкается вечер а дальше если вдруг проснулись ночью пункт первый который я уже обозначил ну если вам нужно больше информации опять таки смотрите видео на моем канале те которые есть и те которые будут для того чтобы получать уведомления о новых видео не проблема становитесь подписчиком канала и вам уведомлением будут приходить в ту почту которую вы зарегистрировали хотите чуть больше информации без проблем пишите в комментариях под видео можете заказать мои книги там тоже есть много полезной информации книга по печени переиздана она уже не только ориентирована исключительно на печень она скорее показывает место печени в системе под названием здоровый образ жизни немножко более широкое понятие и такую книгу как и другие мои книги можно заказать без проблем как и попасть на консультацию хотя время для консультации увы все меньше и меньше свободного времени остается но тем не менее пытаюсь консультировать еще но все больше я думаю буду уделять внимание вот таким вот видео на своем канале и пока вы думаете ставить лайк или не ставить отправлять это видео своим друзьям знакомым которые могут готовиться к летнему отпуску и должны правильно это делать для того чтобы не попасть в достаточно жесткие ситуации потому что увы тут возврат тут тяжелее ситуация в данном случае в отношении вот такого экстремального обмена воды тяжелее ситуация для мужчин женщины они легче выходят их организм по другому просто реагирует на эту ситуацию более жесткое отношение увы в данном случае вода предъявляет мужчинам ну и пока вы думаете что делать я тоже подумаю какое видео написать на тему здоровья активного долголетия для вас и до новых встреч на моем канале